Девушки отдыхают Я ложусь. Там где-то телевизор, да? Да. Хорошо. И тут ты вдруг вспомнила, а не поделать ли мне что-нибудь? Вспомнила про то, что внутренняя поверхность бедра что-то у тебя дрябленькое. Поднимаешь ноги наверх, телевизор все еще там. И начинаешь ноги разводить в стороны и сводить скрестно. А, ножни. Разводить в стороны и скрестно. При этом смотришь любимую передачу. Все будет добре. Нормально? Вариант. Не тяжело? Не тяжело. Да? Да. Повторяем упражнение раз 20. Либо пока идет, например, рекламный блок. Как только начнется рекламный блок, обязательно сделайте это упражнение. Опускаем ноги на пол. Прижимаем оба колена к себе. Да. Приподнимаем плечи над подушкой, голову тоже над подушкой. Ноги близко-близко к себе. И теперь мы меняем ноги по очереди. Одну ногу вытягиваешь вперед. Раз. А потом меняешь другую. Два. Снова. Раз. Два. Старается, старается. И темп, темп, темп. Я не смогу, вы чего? И рассказывай, что ты чувствуешь. Я чувствую, что ноги сейчас отвалятся. Перестаньте. Какие мышцы работали? Пресс работал. Ноги. И шея почему-то напряглась. Основная группа мышц это пресс. Да, мы работаем над мышцами пресса. Подтягиваем пяточки близко к себе. Знакомое упражнение для всех, это когда мы в таком положении поднимаем попу наверх. Укрепляем заднюю поверхность бедра и ягодицу. Но я вам предлагаю более сложный вариант. Мы опускаемся и поднимаем одну ногу наверх. Оп. Носочек на себя, здесь уже сразу растяжка. Кто-то проходящий мимо может вам еще помочь. Муж, когда идет за пивом на кухню. Да. И мы делаем то же самое движение, только на одной ноге. То есть нагрузка сразу увеличивается и попа прорабатывается еще лучше. Одновременно? Толкаешь, выталкиваешь попу наверх и вниз. С выдохом мы всегда делаем подъем, со вдохом вниз. Мне еще никогда не было так тяжело на диване. Да, здесь получается неустойчивая поверхность, поэтому задание усложняется. На диване делать сложнее, чем на полу. Прорабатываем другую сторону. Здесь тоже по 20 раз на каждую ногу будет в самый раз. Чувствуешь? Конечно. Ну то есть уже почти ничего не чувствую, но стараюсь. Хорошо. Поворачиваешься на бок. Кто-то привык смотреть на боку. Вот, например, сейчас вы лежите и попробуйте сделать это упражнение вместе с нами. Мы опускаем ногу почти до пола и поднимаем ногу в потолок. Снова опускаем вниз и наверх. Можно проделать это с ровной ногой, либо со слегка согнутой. Коленом тянемся наверх. И сейчас Надя нам расскажет, что работает. Работает Надя. Лучше ты скажи, что у меня работает. Ну попой. А, попа работает. Попа должна чувствоваться. Да, чувствуется. По 20 раз выполняем на каждую ногу. Итак, мы идем дальше. Ноги снимаем и садимся. Присаживаемся. И, как всегда, наша проблемная зона – это задняя часть руки. И никогда не помешает упражнение на ноги. Ставим руки под попу. Ноги вперед, колени согнуты. И опускаемся вниз. Сгибаем руки в локтях. Раз. И выталкиваем таз наверх. Два. Сильно-сильно при этом зажимаем ягодицы. Опускаемся вниз. Раз. И наверх. Два. Есть. Ну тут понятно. Ага. Упражнение поверхность рук – трицепс. Да. И ягодицы. Да. Молодец. И сколько раз? Все упражнения по 20 раз. И если вы сделаете хотя бы раз в день эти упражнения, то ваша форма значительно улучшится. А упражнения кончатся или нет? Хватит. Извини, я могу делать вечно. Но есть еще один вариант, как можно потренироваться, сидя на диване. Например, когда мы готовим ужин. Да, бывает и такое. Если нужно что-то почистить, то мы берем какую-то мисочку либо кастрюлю и ставим ее между ног. Садимся на краешек дивана. Зажимаем кастрюльку между ног. Удерживаем и при этом все время сдавливаем кастрюльку, мисочку ногами. При этом занимаемся своим делом. Чистим морковку. У нас укрепляется внутренняя поверхность бедра. Мы на это не тратим лишнего времени. Готовим ужин, смотрим телевизор и тренируемся. Мне это нравится. А вам? С какой регулярностью нужно делать фитнес-занятия на диване? Эти упражнения можно делать периодически. Вот лежите, вспомнили какое-то одно из них, допустим. Взяли и сделали. Это уже будет хорошо. Спасибо тебе, дорогая. Приходи еще обязательно. Сегодня мы узнали, как из простого лежания на диване перейти к активным фитнес-тренировкам. Кстати, тоже, не вставая с дивана. Полезно и эффективно. Привет, Ютуб! Теперь мы с вами будем видеться и здесь. Если вам понравилось наше видео, то оставляйте свои комментарии. А для тех, кто мечтает о красивой фигуре, внизу появилась кнопочка подписаться. Так что нажимайте ее и будьте первым, кто получит видео и станет стройнее вместе с нами.